самая первая так говорит то есть еще раз хочу сказать так говорит значит обращается тот кто учит тот кто увещевает советует командует кто-то направляет кто обращается к этой церкви главное командующий он указывает словами то есть он горит скажи им что кто к ним обращается главнокомандующий следующие слова очень интересные 1 1 последние первые связи с какими словами обращается горит скажи им так говорит первый это первый в ранге который имеет влияние честь главный вот что значит первый угад я и 7 главная из главнокомандующий а в чем проблема проблема что смирская церковь они потеряли видение кто главный в церкви и кто говорит в церкви вот проблема какая была поэтому он говорит напомни им спустя 35 40 лет кто с ними сейчас говорит это то что было сокрыто то что было упрятано то есть откровение христа было закрыто от сознания людей кто такой христос смотрите что исайя пишет и говорит это то же самое обращение и стала старого завета кто такой христос смотрите что он говорит кто сделал и совершил это бог задает вопрос тот кто от начала вызывает роды я господь первый и в последних я тоже очень интересно что христос обращаясь к цветок этой церкви он говорит я тот кто вас создал и мало того я вас хранил в утробе матери 9 месяцев и я вызвал мы думаем пришли больницу подключает капельницу сегодня начинает вызывать роды ничего подобного господь знает абсолютно секунду час минуту когда вы должны появиться на этот свет призыв его вас в этот мир нас в этот мир зависит от его призыва не нашим вот такой господь он горит я первый я вызываю роды исайя 44 стих 4 глава 6 стих говорит так очень интересный стих так говорит господь царь израиля я искупитель его господь совов я первый я последний и кроме меня нет бога очень интересно что в этой церкви в этой смиринской церкви было большое общение общение юдеев то есть сюда приходили очень ну население людей из юдеев было много то есть скорее всего их было большинство хотя это была языческая церковь но тем не менее посещала много иудеев может быть из новообращенных а может быть и нет и мы об этом дальше также посмотрим и что интересно что здесь христос не просто говорит я и сим первые последние он говорит к этой церкви там где у вас находится очень много иудеев что вы понимали что я христос это тот же самый бог саваоф это я тот же самый бог иегова который обращался к исае с этими словами что я есть тот бог первый и последний может что произошло в церкви личность христа как бога как божество было поставлено под большой вопрос является ли он вообще первым является ли он началом и концом вот куда была атака в этой церкви и для этого существовали определенные люди которые вниз вносили туда определенное учение и мы тоже об этом посмотрим поэтому христос горит скажи им что я именно тот бог который общался с народом моим в старом завете я тот христос я абсолютный тот бог который есть первый и последний и нет другого бога кроме меня не с маленькой не с большой буквы я тот же бог иисус христос ивангрия употреблял что я есть им тот кто я есть им я есть им первые и последние но христос воскресе из мертвых апостол павел говорит в коринфянам 15 главе иисус христос воскресе из мертвых первенец из умерших и иисусу христу принадлежит первенство воскресение из мертвых ну мы скажем но были и другие люди которые воскрешали да но они умирали христос единственный который воскрес и продолжает жить и об этом он говорит также дальше в этой церкви в откровении 1 главе 17 стихе мы читаем такие слова это то же самое что христос обращается из первой главы к этой церкви когда я видел его то пал к ногам его как мертвый то есть человек по сути дела не может стоять пред богом и оставаться живым и он положил на меня десницу руку свою правую свою власть и сказал мне не бойся я и 7 1 и последний аминь и нет другого бога кроме меня вот кто я такой и здесь конечно мы видим что иоанн видит откровение христа кто такой христос последний слово последний означает последний это в греческом языке это слово имеет значение как последний имея ввиду время космос это все созданное им крайней части конца земли ранга степени достоинства последний то есть самый низкий очень интересно что иисус христос где я 7 1 я последний я последний тот подумайте об этом бог который абсолютно никому ничего не должен абсолютно никого ничем ничем не должен ему не было необходимости создавать этот мир по сути дела и он мы видим что он говорит яс есть первый я есть последний я прикоснулся к своему творению и мало того я стал творением и смирил себя став последним рабом до голгофы я смирил себя я стал я из 1 я хочу вам показать что есть божество что есть бог он есть великий и тут же он мы видим смиренный если у величия и есть его смирение что принадлежит только богу не человеку мы только стремимся у нас призывает смиряться мы не хотим только бог мог пройти голгофу вот что христос говорит о себе ясим последний ясим то и станция куда я вас всех призываю чтобы вы пришли к уничижению к смерти оставили свое эго свое я и христос говорит что я именно тот который стал рабом уничижил себя быв послушным до смерти и смерти крестной слово был означает как возникнуть появиться из истории выйти на сцену христос когда говорит с этой церковью он говорит что я есть им тот наверняка люди которые приходили в это в эту общину они никогда не видели христа они по вере приняли христа и знаете сегодня мы живем в таком же мире в как и они тогда жили где пытаются искоренить христа из истории и он говорит я именно был я возникнул появился в истории человека апостол и он вообще говорит первой главе говорит в мире был мир через него произошел то есть да то есть в мире был и мир через него произошел пришел к своим свое собственное свои собственные не приняли его также христос говорит что он есть кто из мужского рода мужчина появившийся на публике мессия публично выступал он окружал себя свидетелями что происходило почему эти слова так важны в этой вот в этом стихе потому что атака была именно на это в этой церкви сокрыть спрятать кто такой христос и за этим стояли определенные люди дальше мы видим что христос используя такие слова скажи им говорим что так что я есть мир я был мертв и я жил тот который то есть слово мертвый означает тот который испустил последний вздох затем ноги отвергают что христос умер на кресте они говорят божество не могло умер она не умирала умирала человеческая природа но не божественная природа и как это вообще возможно как это нам понять где происходит деление уже горит я был мертв лишенный жизни посвященный богу потому что предан за преступления грехи людей вот что он имел ввиду горитка я если мертвый я из тот который отдал жизнь свою я умер за свою церковь я умер за в акт линь баптис церковь черт чем гадья за эту церковь отдал себя я отдал за все церкви которые строят церкви на основании иисуса христа вот кто я такой и это опять то что христос я был мертв шла атака и на это спрятать именно смерть его и говорит что но 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 его искупление было там за тех а вообще его искупление может быть не было эффективным откуда мы знаем это какая-то там забытая палестина там какая-то местность это вообще придумали и затем скажу эта атака сегодня продолжается быть вот я есть мертв я жив я был мертв и же жить это значит дышать быть посреди живых очень интересно что христос говорит слушайте вы церковь которая сокрыли то есть у вас там были люди эти люди есть среди вас которые спрятали меня как живого бога среди вас и говорит скажи им так что я живу я дышу среди живых то есть слово жить означает нахожусь среди живых и когда мы с вами приходим вот так вот такие общения в общение в церковь то мы должны понимать что среди нас сегодня живет господь он говорит где двое или трое там и я что посреди вас там и я посреди когда мы собираемся ради этой цели для того чтобы быть в общении вокруг слова его он здесь активный то есть слово живой еще обозначает как активный благословенный бесконечный в царстве божием он горит я являюсь активным сегодня живым богом вот кто обращается к этой церкви вот что книга откровения нам открывает кто такой христос всего лишь четыре стиха каждое слово как динамит если вы начнете вникать и и понимать что такое каждое слово в книге откровения этот это огромный взрыв происходит в сознании кто такой христос